Ты появился в комнате в какой-то, ну бас, я слышу звуки какие-то. Всем привет, с вами Нубас и Владус и сегодня Нубас продолжает играть в Майнкрафт и скоро он уже станет про. Ой, надеюсь. Ребят, сейчас мы объявим конкурс. Подожди, подожди, я думаю, тут такое, смотри, какое дело. Тут событие такое у нас, смотрите. Наконец-то она дошла до сего дома. Мы наконец-то вернули ламу. У нас лама ждала нас около 15 серий. Мне кажется, где-то 20. В воде. Короче, конкурс. Давайте, смотрите, ребят. Конкурс будет на 10 ключей на нашем сервере и будет у нас 10 победителей. Вот, видите, конкурс. Вот он стоит, зелененький. Да. Он еще зелененький. Первое, вам нужно бегом-бегом-бегом-бегом-бегом поставить лайк этому видео. Дальше, подписаться на мой канал, на канал Нубаса и поставить колокольчик. То есть, около кнопки подписаться. Вот. И написать свой ник на нашем сервере. То есть, у вас какой-то ник там есть, вы его пишите, чтобы мы вам как-то выдали кейс. А сколько кейсов выдаем? Смотри, будет 10 победителей и по 10 штук каждому победителю. 100 кейсов мы разыгрываем. И последнее условие, это досмотреть видео до конца, не перематывая. Кто перемотает, тот, извините, пожалуйста, в конкурсе не участвуй. Да. Короче, ребят, мы собрались бить его. Того самого дракона. И Нубас возвращается. И сейчас, нам нужно сейчас подготовиться. Вот в этой серии мы подготовимся. В следующей серии мы уже пойдем в путь. Нет, так давай сейчас сразу пойдем. Ты думаешь, мы успеем? Так можно же перезвонить. А, ну в принципе, ну так давай вещи-то. Ну вещи, понятно, что надо будет. Вещи сейчас соберем, посмотрим, что взять. Ничего, у тебя есть трусы, которые скоро сломаются, и все. Это очень плохо. Это плохо. Давай сделаем новые трусы, вообще новую броньку сделаем. И зачаруем ее полностью. Ну, я бы тебе посоветовал новую сделать и полностью зачаровать. У нас опыта, опыта 34 уровня. Кстати, мы же книжки-то поставили наконец. Что зачаруем еще? Так в смысле? Тебе нужно, ну, меч ты этот возьмешь? Так он, в принципе, еще, я думаю, его надолго хватит. А на что он зачарован? Сейчас проверим. Ну все. Что ты делаешь? На грудь. Ух ты, ты все помнишь, я смотрю. Я сам в шоке. Все, ботиночки, шлем. Так, лук тебе нужно взять обязательно. Кстати говоря, еще полезная вещь. Полезная вещь это снежок. И снежками можно кристаллы там сбивать. Там есть кристаллы, от которых дракон хилится. Понял? И что он делает? Они. Их надо сбить, чтобы он не хилился. В смысле, они рядом с ним летают где-то, что ли? Они вообще наверху стоят на столбах таких. А, напишите, ребят, в комментариях, что есть интересного в эндер мире. И Нубас потом почитает и поофигевает. Затрольте его. Я сейчас вообще ничего не слышал. Это правильно. Он зачарован на старту один. О, целый один. Я думаю, нам этого достаточно. Можно даже без брони. Ну да, все, пошли. Нет, так давайте топор. Каменный, без зачарования возьмем. Да зачем каменный? Золотой? Точно ты же. Ну да. Так, давай зачаровывать. Смотрите, какая красота. Вообще. Я бы тебе посоветовал сразу лук сделать. Дело хорошее. Я забыл про него. Кстати, сделай из алмазов лук. Вообще из алмазов самый жесткий лук. Из алмазов лук можно делать? Ты подожди, у тебя ниток-то нет? Ты как сделаешь? Нитки возьми сначала. Ага. Так. Вот, нитки есть. Нормально, все. Живем, как говорится. Давай. Точно так же, как и из палок делается лук этот алмазный. Не, он вообще жесткий. Он еще и урона, знаешь, сколько сносит? Я не помню. Просто офигеть. Да. Или так? Да ладно, делай из палок. Видишь, сегодня какой-то день нелучный. И просто алмазный лук не делается. А, в смысле? Ты что, застроил? Я и думал, какой алмазный лук? Ну, все-таки уже чуть-чуть... У меня сомнения возникали. Кстати, у тебя стрелы есть, я точно помню. Вот в том сундуке назад. Вот в нижнем самом, в нижнем. А нет, значит повыше. Или еще. Ладно, ты не повыше. А, погоди, а стрелы же тоже можно с ними что-то делать вроде бы, да? Ну, из лука стрелять. Да нет, ну, в смысле зачаровывать. Нет, зачаровать нельзя. Можно делать их с какими-то эффектами. Правда, я честно не знаю, как это делать. Ребята, напишите в комменты. Можешь с зельками смешивать просто. Давай проверим, кстати, сейчас. У тебя же зелька-то есть? Лазурит взял? 20, подожди. 20 опыта? Поставь лазурит. Там есть 5, 9 и 20. Не чаруй пока. Что будем чаровать? Смотри, есть, короче, защита от снарядов. А на 20 уровней, что? На 20. Прочность 3, блин. Не, нафига тебе прочность? Давай защиту от снарядов на 5 уровней. Нормально. Если в голову тебе попадут, то будет не так больно. Это реально? Что, нереально? Ты не троллишь сейчас? Я не знаю. Что именно не троллю? Да, ну, это выбирать. Да. Все. Я не шарю просто. Подожди, зачем наш мяч? Да ты, блин, я тебя тогда не назову про никогда. Так, подожди. Да ладно, это мне уже пофиг. Защита 1, дальше, что есть? Защита 2. На сколько уровней? Защита 3. Уровень. Защита 3, блин, было бы круто, но ботинки... Вообще ботинки, по сути, надо на невесомость зачаровать. Ну, так здесь нету. А попробуй лазурит поменять. Или поменьше его положить. Я не знаю просто точно, как это все работает. А, вот оно что. Вот, как эта штука работает. Фиговенько, конечно. Ну, давай тогда зачаруем на... Блин, 11, жалко. Давай на 4, пофигу. Ботиночки не так важны, тем более ничего хорошего нет. Все, защита есть. Вот, нагрудник, я тебе посоветовал бы зачаровать прям классненько. Если у вас будет классненько. А давай лук сначала. Защита 2. Блин. Ну, давай 14. Так. Все. И теперь лук положи, лук. А что, ты что, к нежкам как-то плохо относишься? Ну, да, чуть-чуть. Ладно. Погоди. А у тебя же был четвертый левел. Ой, у тебя было 34 опыта. Ты зачаровал, стало 30. Я что-то сейчас чуть-чуть не понял. Это хорошо или плохо? А-а-а. Эти цифры не... У нас занимаются вот эти. Вот, видишь? А эти тогда зачем? Так, уровень, ты сам говорил. Уровень чего? Ну, просто, видимо, скилл. Блин, что за фиг? Я тогда... Все тогда выберутся. А, нет, стой. Зачем прочность-то? А, это же лук. Тут сила. Давай силу. Это да, тут силу надо. Какие-то фиговые нам чары попались. Блин, а я-то думаю. А что мы тогда на третьей не чаровали ничего? Нам не жалко опыта-то. Ой, блин, а там же что-то... А что там было-то? Я не знаю. Я просто на третьей зачаровал. Все, ладно. Ну, давай, броня готова. Лук готов. И, конечно же, лазурит он выкинул. Как обычно. Я просто думаю, зачем он мне нужен? Давай, меняй трусы эти уже чуть-чуть несвежие. Блин. Ну, тебе шлем, конечно, снова не идет. Вообще нисколько. Он мне даже розы закрывает. Вот только не весь. Слюнка все-таки будет вылетать. А страха? Ну все, давай, пойдем. В принципе, ты готов. Подожди, мы пойдем на чем? О, я придумал. Сделай сундук Эндера. Вот что очень хорошая вещь. Как его делать? Я этой штуки еще не делал. Я тоже. О, я смотрю, ты про. Ну, Бас, бери Око Эндера одно и восемь обсидианов. Сейчас будем делать сундучок. А Око Эндера у тебя где? Оно вообще есть у тебя или нет? Я где-то наблюдал. Оп, отлично. Берем тогда одно. Его надо в середину поставить. Так, подожди, одно. И еще нам надо сразу взять, чтобы добраться. А ты не помнишь, что ли? Я даже помню, где он находится. Прям точно. Я даже знаю, куда идти. Зачем нам Око Эндера? Ты что? Я-то не знаю. В смысле не знаю? Подожди, а нам что, один сундук надо, что ли? Да, конечно, один. Тебе зачем два? В нем уже, типа, как бы вещи всегда хранятся, да? И если ты поставишь где-то другой сундук, то... Там будут твои вещи. Ну, вот так, два сундука. Зачем? Потом, если что, придешь домой, скрафчишь. И достанешь вещи. Все, у тебя будет один сундук. Ты его поставишь там. Зачем? Кинешь, кинешь. Смотри, ну, бас. Ты должен сейчас понимать, что это путь в один конец. То есть ты оттуда не выберешься, пока не убьешь дракона. Это ты понимаешь? Да. В смысле, вообще никак? Вообще никак. Если только умрешь, конечно. Все, выход есть. А что ты тогда врешь мне? Кровать возьми. Это ты тоже там поставишь, чтобы спамниться, если что там. Поблизости. И ты... А, смотри, ты умираешь, как бы ты возрождаешься там же. Прыгаешь снова в портал, идешь дальше драться, понял? Что это вообще схема сложная? Ну вот ты как хотел, ну, бас, и нажмай, да. Так, надо еды взять. Да есть, у тебя. А, в печках, посмотри, должна быть. Ты же жарил. Жарил. Молодец. Ларковку тоже возьмем. Что-то у нас столько хлама. Да ладно тебе. Давай, ну, бас. Погнали. Стой. А, может, посидим на дружку? Давай. Подожди, я на кроватку сяду. Я бы тебе зельки просто посветовал взять. Ты же крафтил зельки. А давай просто посидим. Ну, давай. Вот, ну, бас, она сейчас зельек не возьмет. Ну, ладно, пойдем. Ладно, давай возьмем зельки. А где они у тебя? Сейчас найдем. А, так, стоп, они где-то... Они у нас есть? Должны быть. Ты же их не выпивал все. Или выпивал, ну, бас. Я, честно, не помню. Это давненько было, на самом-то деле. И последний. Ну, вот есть на огнестойкость только. А, во. Ну, давай, возьми две. Я думаю, понадобится, если что, вдруг. Может, кто-то там жарит. Будет. Все, погнали, ну, бас. Лодку. А, у нас там все. Да сейчас скрафтим. Короче, ребят, мы вам перезвоним, когда доберемся до портала. Я чуть в ловушку не упал. Трык-трык. Мы его перезвонили, мы добрались до портала. Наконец, мы все-таки потратили одного календера, типа, чтобы вспомнить. Ну, так, на всякий случай, ну, бас, это космос. А, я помню. Блин, какой же он красивый. Да. Прям вот не хочется прыгать в него, да? Нет, хочется. Ну, давай. Ты готов? Все, пошли. Раз, два, три. Прыжок. Опа. Ты появился в комнате в какой-то, ну, бас. Я слышу звуки какие-то. Это звуки магии, ну, бас. Сейчас тебе нужно, видишь, эндер-дракон, это его уже жизни. Он что, уже типа рядом? А ты стрелы-то взял? Да. У меня чуть сердце сейчас не сломалось. Ну, бас, давай сейчас выберемся и начнем. Слышишь? Он сейчас может тебе комнату сломать. Давай выберяйся. Мы кровать-то там не поставили. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ